Всем привет! Меня зовут Женя, я практически психолог, коуч. И сегодня я поделюсь с вами четырьмя шагами для глубинных изменений. То есть модель психологического консультирования. Или я видео назвала, что многие психологи могут упускать в начале своей практики. Поделюсь своим видением, как я это вижу, какие шаги я упускала, какой главный шаг. Поделюсь своим видением. Внизу под видео будет ссылка на методическое пособие. Там 8 страничек, документ Word. Вы можете, если у вас нет времени, сразу перейти к этому методическому пособию и получить пользу здесь и сейчас. Также у вас будет ссылка на все презентации с этого видео. И вы можете пользоваться всеми картинками, слайдами, обновлять знания, либо пользоваться по своему усмотрению. Итак, можете приготовить кружку ароматного чая. Сделайте так, чтобы ничто вас не отвлекало. Можете приготовить блокнот и ручку, чтобы это было активное усвоение информации. Для нашей психики это очень важно. Так информация быстрее запоминается. Также у меня будет слайд. Я объясню, что это значит. Отличие пассивного обучения, активного. И также немножко обсудим тот вопрос, почему любые знания надо применять. И желательно каждый день стараться ту информацию, которую усвоили, сразу применить на практике и прочувствовать, прожить и сделать своими знаниями, своим опытом. Итак, у вас будет методическое пособие. Но немножко напомню. Это методическое пособие Кристины Кудрявцевой. Кристина Кудрявцева психолог с большим опытом. Напоминаю, что каждый психолог постоянно личностно растет, развивается и повышает свои навыки. То есть мы все психологически растем, как и каждый человек. И профессионально тоже. Напомню, основные вопросы. Психолог это прежде всего человек, который обладает высоким эмоциональным энергетическим интеллектом. В принципе, любой человек, чтобы гармонично реализовываться в социуме, также стремится максимально раскрыть свой эмоциональный интеллект. Что это значит? Эмоциональный интеллект – это способность верно усваивать и трансформировать, то есть узнавать и трансформировать свои внутренние эмоциональные состояния. И состояние других людей. То есть, когда мы обучаемся психологии, у нас формируется навык управлять своим эмоциональным состоянием, также понимать и трансформировать состояние других людей экологично. В принципе, эти навыки эмоционального интеллекта, они в современном мире важны каждому человеку. Итак, можете прямо сейчас вспомнить свое самое ресурсное состояние, когда вам было хорошо, вы были полны энергии, уверенности в своих силах, когда все складывалось легко и самым лучшим образом. И сейчас задайте себе вопрос, представьте, а что, если бы вы могли находиться в таком состоянии хотя бы 30% своего времени? Там, например, каждый день вот в таком энергетическом ресурсном состоянии. А что, если бы вы еще могли бы переводить других людей в их ресурсное состояние? Как бы изменилась ваша жизнь? Хотите обладать этими навыками? Вот Кристина специально подготовила четыре шага простых для того, чтобы развивать в себе эмоциональный интеллект. Это методическое пособие вы можете использовать для себя, для своей жизни. Если вы психолог, также можете получить осознание и понять, какие шаги, возможно, вы пропускаете. И напомню, в любом деле важна практика. Только внедряя эти инструменты в свою повседневную жизнь, мы сможем совершить по-настоящему глубокие трансформации. То есть вначале мы меняемся внутренне, а потом меняемся внешне. Итак, сейчас буду открывать следующую презентацию. Напоминаю, что психолог помогает осознавать, налаживать связь с психикой, чтобы у человека было минимальное искажение реальности и человек мог нормально функционировать в мире, раскрывать свой потенциал и чтобы его жизнь улучшалась. Итак, универсальная четырехшаговая модель трансформации. Еще раз напомню, может быть, вы также интересуетесь личностным развитием, либо вам надо для профессиональных навыков, я также вас приглашаю в Европейскую школу психологии Кристины Кудрявцевой. Вы можете прямо сейчас присоединиться к потоку, успеть на начало обучения. Стоимость символическая я, правда, в августе еще платила 12 тысяч за два месяца обучения. Можно по модульно оплачивать, можно за год. Я 12 платила за два месяца обучения. Сейчас, может быть, немножко стоимость увеличилась, но, в принципе, это доступные деньги. Кристина дает теорию, делится своим опытом, плюс сразу два раза в неделю практика. То есть все эти знания надо отработать на практике. Я еще раз, еще видео буду записывать, основными моментами делиться. Итак, универсальная четырехшаговая модель трансформации. То есть, чтобы развить навык эмоционального интеллекта, мы развиваем навык осознания. Посмотрите картинку, да? Навык трансформации, навык моделирования и навык нового опыта. Навык осознания. Мы укрепляем наблюдающее эго, формируем внутреннего наблюдателя. Напоминаю про эксперименты в квантовой физике, про то, что наблюдатель меняет объект наблюдения. Дальше. Более подробно дальше будем рассматривать. Следующий навык трансформации. Тут главный вопрос. Как я могу это изменить? Следующий навык – контрперенос. Это наша возможность перенимать чувства, эмоции, мысли другого человека, ощущения. И с этим работать, переводить в осознанный вариант. Дальше я объясню, что это. И навык моделирования. А как я хочу по-другому. Итак, более подробно сейчас будем рассматривать каждый шаг. Сейчас информация будет очень хорошо укладываться. Итак, первый навык – навык осознания. То есть, когда у нас состояние стресса, невроза, тогда случается слияние двух картинок. Первая картинка – здесь и сейчас. И вторая картинка – там и тогда. То есть, включается наша какая-то… Активируется с помощью какого-то триггера, да, наша какая-то психотравма. И у нас слипаются две картинки – здесь и сейчас, и там и тогда. И человек уже не в состоянии объективно видеть реальность. Он видит не то, что есть, а видит то, что было. То есть, соответственно, реагирует так же и получает тот же опыт, тот же результат. И круг замыкается. То есть, так мы действуем по родовым сценариям, можно сказать. Ходим по кругу, как день сурка. Психолог помогает все-таки убрать это залипание и реально воспринимает реальность. Также, когда мы личностно растем психологически, так же мы можем это делать самостоятельно. Итак, осознание – это разграничение, разделение двух картинок – здесь и сейчас, и картинки там и тогда. Для того, чтобы выйти из этого болезненного, повторяющегося сценария, надо научиться сформировать со временем в себе такой навык, научиться видеть две реальности. То есть, одновременно реальную реальность, то есть то, что происходит здесь и сейчас, и внутреннюю психологическую реальность, то есть то, что происходило там и тогда, в детстве, например. Это позволяет, если мы научимся, максимально сформируем этот навык, это позволяет нам делать квантовые скачки. То есть, мгновенные скачкообразные переходы в иное состояние, а значит, мы в состоянии влиять на свою внешнюю реальность. Итак, напоминаю, вот так же здесь написано, недостаточно однажды понять, в чем состоит проблема. Надо отслеживать ее проявления в ежедневных событиях. То есть, каждый день, вот если вы смотрите это видео, наблюдайте за собой, что происходит здесь и сейчас, и какая у вас автоматическая реакция включается и там, и тогда. Наблюдайте, и так вы сможете со временем выбирать разные состояния и менять самостоятельно сценарий в своей жизни. Самое простое, можете завести эмоциональный дневник. То есть, каждый день пишите, анализируйте, какие эмоции были, анализируйте, где эта картинка была здесь и сейчас, и там, и тогда, когда включился триггер, когда вы поступили автоматически. То есть, это самое простое, что вы можете сделать. То есть, вы укрепляете наблюдающее эго. Итак, то есть, мы укрепляем внутреннего наблюдателя. То есть, когда уровень нашей психологической силы высокий, мы психологически зрелые, у нас психика высоко развита, тогда у нас навык внутреннего наблюдателя очень хорошо развит. С помощью эмоционального дневника можно самостоятельно каждый день отслеживать свои состояния. То есть, смотрите, в стрессе, вот следующая картинка, что происходит в психике в момент стресса, конфликта. Есть сознательный уровень. Вот вы видите девушку и мужчину, да, личное, бессознательное. Например, на сознательном уровне происходит одна ситуация, да, здесь и сейчас. На личном бессознательном, например, включилась какая-то психотравма. И уже взрослая женщина становится маленькой девочкой. Ведет себя как маленькая девочка, а мужчина, например, ведет себя как папа, ну, в ее детстве. И превращается, например, в роль агрессора, да, субъективно. То есть, на коллективном бессознательном включаются архетипы, жертва, агрессор. Роли могут меняться. И отыгрываются так бессознательные сценарии в жизни. И ситуации повторяются до тех пор, пока мы их не проработаем и не выйдем на новый уровень, где мы уже в состоянии реагировать по-другому за счет того, что мы развиваем навык внутреннего наблюдателя. Открываю следующую презентацию. То есть, первый шаг – осознание. Дальше, второй шаг – трансформация. Задаем себе вопрос. Как я могу это изменить? Сам по себе вопрос уже несет послание, что вы можете менять свое состояние. Это тот вопрос, с которого начинается саморегуляция. И сейчас быстренько вернемся к первому шагу про осознание. Пример. Вот Кристина приводит в своей методичке такой пример. То есть, человек может осознавать свое чувство вины. То есть, чувствовать себя виноватой, ну, женщину, например, или обвинять другого. На психическом уровне обвинение себя или обвинение другого – это одно и то же. То есть, это одна и та же энергия, но разный вектор. Я могу осознавать это чувство вины или я могу отыгрывать чувство вины. То есть, создавать ситуации, где я раз за разом наказываю себя или другого, теряю, отнимаю деньги, отношения, возможности, энергию, здоровье и так далее. Или сажу себя в тюрьму, долгов, болезненных отношений, непомерной рабочей нагрузки и так далее. То есть, отыгрывание – это действие, осознание – это возможность наблюдать со стороны. То есть, в это время я становлюсь и объектом, и субъектом одновременно. Это качество высокоразвитой психики. И это то, что дает нам возможность срасти и развиваться и выходить на новый уровень своей жизни. Это про осознание. Сейчас вернемся к трансформации. Задаем себе вопрос, как я могу это изменить. То есть, саморегуляция – это состояние противоположной зависимости. То есть, если зависимость – это регуляция своих эмоциональных состояний с помощью внешнего объекта, другого человека, сигареты, алкоголи и так далее. Когда мы задаем себе вопрос, как я могу это изменить, мы мгновенно переходим с позиции объекта, то есть, когда другой что-то делает со мной, мы мгновенно переходим в позицию субъекта, когда я могу что-то сделать с другим. То есть, позиция объекта – это состояние младенца. Младенец не может ничего сделать с мамой, а мама с ним может сделать все. То есть, с позиции, ну, грубо говоря, когда уровень психологической зрелости у нас не сильно высокий, мы чаще впадаем на позицию объекта. Но со временем надо все-таки, ну, психологически подниматься выше и становиться на позицию взрослого и задавать себе вопрос, как я могу это изменить. То есть, первое, осознаем, что мы попали в ловушку, да, какой-то психотравмы, комплекса, и включается автоматическая реакция, которая была там и тогда. Далее задаем себе волшебный вопрос. Как я могу это изменить? Можете сделать какие-нибудь техники по визуализации и представить, как если бы вот какая-нибудь ситуация, которая вас не устраивает, которую вы понимаете, что вы действовали неосознанно по родовым каким-то программам, да, мысленно вернитесь в эту ситуацию и попробуйте изменить, модифицировать опыт. А сейчас, вот как если бы вы были в той ситуации, там и тогда, да, какой-то травмирующий для себя, как вы могли бы это изменить, что бы вы сделали по-другому? Вот, и на будущее, ну, так же можете для себя делать эти упражнения. Это так же очень влияет уже в новой ситуации, которая возникнет, похожая, да, мы, у нас уже есть выбор, мы можем действовать уже осознанно. Итак, следующий шаг. Третий шаг. Моделирование. Это тот этап, который очень часто упускают многие психологи, особенно те, кто работает в глубинном подходе. Достоинство глубиной психологии – это работа с инструментами переноса и контрпереноса, либо проективной идентификации. Когда психолог пользуется основным своим инструментом – это собой, своим телом, своим бессознательным, клиент приходит и начинает себя вести неосознанно, передает те мысли, чувства, например, чувства унижения психологу. Психолог начинает чувствовать это, униженность что-то еще, и не включается в игру, в пару жертвы-агрессор, не реагирует бессознательно, да, не дает какие-то советы, не защищается и так далее. А все-таки действует осознанно, с позиции внутреннего наблюдателя, понимает, что происходит. То есть у человека сейчас, в данный момент, это непереносимое состояние, например, унижения, да, это состояние бессознательно, которое сейчас руководит жизнью клиента и не дает ему перейти на следующий уровень. Это состояние подсознательно, клиент не видит этого. И психолог помогает клиенту перевести это состояние в осознанный вариант. С этим можно уже работать, трансформировать, и клиент может уже переходить на новый уровень. То есть уже в жизни, когда случится подобная ситуация, у клиента есть уже выбор, потому что он осознает свое состояние и у него есть пример с психологом, как можно себя вести по-другому. Не реагировать автоматически, по-детски, а по-взрослому, по-другому, экологично. Итак, инструмент с глубиной психологии переноса, контрпереноса или проективной идентификации позволяет получить от клиента бессознательную информацию о его состояниях, которую клиент может не рассказывать. Но именно эти состояния руководят всей жизнью клиента. Именно это состояние надо трансформировать, чтобы у человека произошли сейчас в жизни какие-то скачкообразные перемены и глубинные. Но еще такой момент. Глубинная психология часто уходит в анализ источника проблем и не доходит до шага моделирования. Часто это упускает. То есть представители краткосрочной терапии, они отлично работают с позитивным моделированием. То есть мы создаем новый опыт, новые нейронные связи, моделируем, а как мы хотим, но упускаем бессознательные состояния. Поэтому, когда у психолога высоко развиты профессиональные навыки, психолог сочетает в своей работе инструменты глубинной психологии, то есть может пользоваться переносами, контрпереносами, проективной идентификацией, чтобы вводить бессознательные состояния клиента в осознанный уровень и таким образом помогать клиенту. Но также психолог должен и обладать методами краткосрочной терапии, чтобы делать моделирование. Тогда будет устойчивый результат. Если мы или это, или то упускаем, результат неустойчивый, и мы, например, посетили тренинг, через одну-две недели наша мотивация сдувается, и мы опять откатываемся на прежний уровень. То есть для того, чтобы были бы глубинные, устойчивые результаты, важно сочетать эти два инструмента. Также вы для себя можете получить осознание, то есть для своего саморазвития. Вы должны понимать эти два момента и их применять в своем саморазвитии. То есть, напоминаю, моделирование – это создание новых нейронных связей, то есть репетиция нового опыта, который замещает старый опыт. Это очень важно. То есть любой опыт записывается в определенный узор из нейронных цепочек в нашей психике. Чтобы изменить будущее, надо изменить прошлое. Это факт. Но одна из основных идей, которую надо нам держать в голове, психологу для клиента, либо самому клиенту, человеку, который сам развивается, чтобы произошли реальные изменения, надо еще создать новые нейронные связи. То есть, почему это важно? Для психики уход в пустоту – это страшный сценарий. То есть мы работаем с прошлым, но в то же время с будущим. То есть мы не можем уйти о старой модели, пока не появится новая. То есть это важные, как и такие научные факты. Поэтому моделирование происходит с помощью вопроса «как я хочу». Здесь речь идет о визуализации того внутреннего состояния, которое мы хотим достичь. То есть делаем визуализацию образов, мыслей, чувств, ощущений в теле. Подходят любые техники визуализации будущего, метод активного воображения и так далее. Но при условии, что все предыдущие этапы были пройдены. Возьмем номер телефона. Вы хотите позвонить человеку. Там есть определенный набор телефонов. 8-918, вот мой телефон, да, 9-5-7-3-7-17. То есть если вы наберете в такой последовательности, вы позвоните именно мне, да, предположим. Какие-то цифры, если упустите все, звонок не состоялся. Также и здесь важно соблюдать последовательность и важно проходить все шаги для устойчивых, качественных изменений. Иначе этот отдельный этап приведет только к прекрасным фантазиям. Поэтому используем все шаги. Сейчас будет четвертый. Про моделирование. Напомню. У вас есть какая-то цель. Визуализируйте ее утром, вечером. Особенно впитывайте состояние, ваше внутреннее на уровне тела. И старайтесь каждый день три раза возвращаться в это состояние, им пропитываться. И из этого состояния у вас уже действия будут другие. То есть для устойчивых результатов работаем во внутреннем мире и обязательно во внешнем мире шаги. То есть, ну как, совершаем действия на линейном уровне, уровне причинное следствие, это наше действие. И совершаем обязательно шаги в квантовой реальности, то есть в нашем внутреннем мире, где есть там синхронность и так далее. То есть обязательно действуем во внутреннем мире и во внешнем. Итак, открываю следующий слайд. Если что-то будет непонятно, есть какие-то вопросы по этой теме, может быть, что-то вы не поняли, обязательно задавайте вопросы под видео в комментариях. Глупого вопроса не бывает. Если у вас возник вопрос, это не случайно. Задавайте, я постараюсь ответить. Как будет время, я отвечу, скажу свое видение. Итак, четвертый шаг – проживание нового опыта. Когда мы проживаем в реальности, новый опыт у нас меняется в буквальном смысле каждая клетка тела. Именно в этот момент по-настоящему меняется личность. Что происходит в терапии? Травмы, которые создают боль в жизни человека, были нанесены именно в отношениях. А значит, исцелиться они могут также в отношениях. В частности, в отношениях клиент-психолог. То есть это про проективную идентификацию. Клиент приходит и бессознательно провоцирует нас, чтобы мы повторили тот сценарий, который создал травму в ранних отношениях. Создается магическая пара. То есть жертва-агрессор как-то это выглядит. То есть это ключевой момент терапии. Точка, который возможен. Или квантовый скачок, обратите на это внимание. Или ре-травма. Квантовый скачок. Когда мы обладаем высоким эмоциональным интеллектом, мы уже не вступаем, не образуем пару жертв-агрессор, как это было в детстве, например, у клиента. Мы не реагируем бессознательно, а мы включаем осознанность внутреннего наблюдателя и ведем уже себя по-другому, не по сценарию. Если все-таки мы включаемся в эту игру, то происходит ре-травма. То есть усиление травмы. Если мы можем осознать и правильно интерпретировать эту точку, мы даем клиенту другой опыт. В буквальном смысле мы переписываем его прошлое. Вы также эти знания можете применять в своей обычной жизни. То есть наблюдать. И применять все эти знания. Все эти знания необходимо принимать в жизни. И развивать свой эмоциональный интеллект. Так, значит, мы изменили будущее клиента. Советы от Кристины Кудряцевой. Как самостоятельно работать на этом этапе? Создавайте искусственным образом обстоятельства для получения нового опыта. Например, едете на работу другой дорогой, посещаете другие рестораны, с чем обычно. Это расшевеливает наши нейронные цепочки. И это обязательно приведет к важным переменам в вашей жизни. То есть, если перед вами стоит выбор, как поступить, спросите себя, как я бы в прошлом не поступила, ни за что в жизни. Получили ответ и сделайте ровно так. Поступите по-другому. Вот такие рекомендации, плюс рекомендации от меня. Каждый находится на своем уровне развития, и мы можем взять из любой информации столько, сколько можем унести. Можно такой метафорой, такую метафору использовать. Возвращайтесь к этой методичке. Слайды, презентация, ворты, документы. Все открыто. Внизу также будет упражнение для практики. То есть, пользуйтесь. Что-то сейчас непонятно, со временем информация лучше утрамбуется, можно так сказать. Есть разные этапы. Есть, например, циклы. Два месяца, два года и так далее. То есть, мы изучаем какое-то новое действие. Два месяца у нас какой-то хаос. Мы копим-копим информацию, нам не все понятно. И через два месяца, например, происходит квантовый скачок. Все точки в одном месте собрались. И мы поняли всю информацию, которую мы накапливали за это время. Поэтому нормально. У каждого свой уровень усвоения информации. Итак, есть какие-то вопросы? Обязательно задавайте. Будет время, я отвечу на каждый комментарий. Итак, это рассказала. То есть, и сейчас включаю следующий слайд, но я вам повторю 4 шага. Вот сейчас 4 навыка, которые мы развиваем. Напоминаю, вспомните, как вы учились ходить, писать, чистить зубы, что-то еще. Для каждого навыка, чтобы его хорошо отработать и пользоваться им автоматически, нужно время. Это нормально. То есть, каждый человек в состоянии выработать, отработать все эти навыки и использовать в своей жизни. Нужно время и каждодневная тренировка. Все. Это качественным образом способно поменять и улучшить вашу жизнь. Еще про шаги. То есть, напоминаю, первый шаг осознания. То есть, мы понимаем, включается у нас внутренний наблюдатель, мы отслеживаем. Когда у нас слипается картинка здесь и сейчас, и картинка там и тогда. То есть, замечайте, когда у вас включается родовая программа или сценарий из детства, когда активируется и какая-то ваша психотравма. Ее надо проработать. То есть, есть этапы проработки эмоциональной травмы. Первый этап – отрицание. Второе – злость. Третье – торговля. Четвертое – грузь горевания. Пятое – принятие прощения. Внизу будет ссылка также на мой мастер-класс «Фундамент гармоничной личности». Бесплатно почитайте информацию. Будет время, посмотрите видео. Там есть этапы. Все эти пять этапов написано. Есть какая-то другая информация. Получите для себя осознание и обязательно применяйте в своей жизни. Переводите это все на себя. Как вы эти знания можете задать себе вопрос? Как вы эти знания… С этой позиции воспринимаете любые знания. Как вы эти знания можете применить в своей жизни сегодня? Как вы эти знания можете перевести на свою жизнь, чтобы улучшить свою жизнь? Также еще приглашаю вас на годовую бесплатную коучинговую программу по психологии, коучингу, психотерапии, которая называется «Твоя новая жизнь». На сайте моем введите почту и я вам дам доступ к бесплатной годовой программе. Там уже есть пять видео. Вы можете заниматься по видео самостоятельно, а не на этой страничке. Также вы можете раз в месяц присутствовать на вебинаре, делиться своими результатами, задавать вопросы. Эту программу я создавала для себя. То есть это программа для тех людей, у которых есть системные проблемы в жизни. Напоминаю метафору с олимпийским чемпионом. Олимпийский чемпион не в один день стал таким, и поэтому если у человека много проблем, которые копились годами, выход есть, но для этого надо заниматься систематически. И с радостью делюсь этой программой. Можете заниматься. Внизу будет ссылка. Также под видео будет упражнение, которое мы сделаем в конце. Ссылка на фундамент гармоничной личности. Мой мастер-класс можете посмотреть. Также у вас будет ссылка на основные мысли мои с тренинга Тони Робинса. Тренинг был в Москве. Я каждый раз читаю, возвращаясь к этим записям, что-то новое понимаю. То есть может быть у вас также пользуйтесь, пожалуйста, информация открыта. Потому что вот в конце мы будем делать простые упражнения по Тони Робинсу. Те упражнения, которые, можно сказать, изменили и улучшили мою жизнь, которые я сама практиковала для себя. Поэтому делюсь с вами. Шаги очень простые. Их может делать каждый человек каждый день. Ну, в своей жизни. Итак, шаги, напомню, осознание. Далее трансформация. Мы переходим в позицию взрослого. Берем ответственность на себя. Задаем себе вопрос. Как я могу это изменить? Так мы формируем навык саморегуляции. Ну, в противовес зависимости, когда мы ответственность на кого-то другого перекладываем. Третий шаг моделирования. То есть визуализируем новый опыт. Это обязательно. Потому что психологи, ну, вот, даже я, я могу сказать, навыком моделирования, я знаю, как пользоваться. А вот навыком глубинной психологии, это проективная идентификация. Вот до этого я не знала, что надо развивать себе внутреннего наблюдателя, эмоциональный интеллект, и ну, пользоваться своим телом, и отслеживать, какие состояния передает клиент, чтобы я могла вывести это на осознанный уровень и помочь клиенту здесь и сейчас. То есть когда-то это, мне вот этой информации, мне не хватало для работы. Ну, с людьми и также с собой. Я, ну, какого-то пазла не хватало. И когда я эту информацию узнала, у меня вся картинка полностью сложилась. У вас, может быть, будет свой опыт. Итак, и четвертое. Проживание нового опыта. Рекомендации простые. Помните, да, ну, что проживая, создаем новые ситуации в своей жизни. Либо, когда идем на терапию к психологу, коучу-психотерапевту, мы там проживаем новый опыт, и это также приводит к качественным естественным трансформациям в нашей жизни. Итак, открываю следующий слайд. Уже так 36 минут прошло. Так, 7 слайдов осталось, ускоряюсь. Это уровни психологической зрелости. Получите осознание с этой картинки. Уровень нашей энергии. Вверх повышается энергия, чем ниже, тем ниже энергия. Это уровни, наши энергетические уровни по Хокинсу. То есть, когда у вас смелость, например, 200 уровень энергии, когда гнев 150, когда апатия 50 и так далее, получите важные, нужные состояния. Также, когда у нас активируются психотравмы, можно сказать, мы становимся как ребенок, действуем автоматически. Это вот горе, апатия, вина, позор и так далее. То есть, как сказать, проанализируйте для себя эту табличку, получите важные, нужные осознания. Продиагностируйте, где по уровню вы чаще находитесь. Проанализируйте, подумайте, какая зона ближайшего развития ваша. То есть, когда мы взрослый человек, зрелая личность, у нас уже есть целостность, мы целостная личность, гармоничная, у нас хорошо развит внутренний наблюдатель. Ну, поэтому очень важно формировать навык внутреннего наблюдателя. И, конечно, когда мы зрелая личность, у нас доминирует первое я. Есть какие-то вопросы? Задавайте. Итак, это картинка с моего мастер-класса «Фундамент гармоничной личности». Немножко ее растянуло, но, в принципе, смысл понятен. Фундамент гармоничной личности – это базовое доверие к миру. Мы можем, у нас может сформироваться базовое доверие к миру, либо с детства. Это очень хорошо, значит, мы психологически зрелый, счастливый, эффективный человек. Но, если в детстве у нас не сформировалось базовое доверие к миру, мы можем во взрослом возрасте также сформировать базовое доверие к миру. То есть, там есть картинка дома, да, у дома должен быть фундамент. И на этом фундаменте можно выстраивать красивую, гармоничную жизнь. Если мы будем строить дом без фундамента, дом будет постоянно разваливаться. Нам нужен стабильный дом, хорошие, стабильные перемены в нашей жизни. То есть, когда мы психологически незрелые, да, у нас включаются родовые программы, включается треугольник Карпмана, где есть жертва-преследователь-спаситель, но либо мы образуем пары с другими людьми, жертва-агрессор. И так взаимодействуем. Когда мы психологически поднимаемся на следующий уровень, более зрелый, там уже действует другой треугольник. Я, Бог, другие. То есть, у нас там есть уважение, принятие и так далее. То есть, у нас здесь уже хорошо развит архетип Бога, архетип смысла, архетип помощи природы, поюнгу. То есть, у нас есть базовое доверие к миру. Мы понимаем, что вселенная жизни к нам доброжелательно настроена, и что любая ситуация нас чему-то учит, любая ситуация нас развивает, и у нас внутри есть это базовое доверие к миру. Внизу будет ссылка, посмотрите, мой мастер-класс, что почитайте материал, и получите для себя осознание, получите свое видение. Как формировать базовое доверие к миру, как делала я? Ключ это благодарность и хокус. Каждый день, если случается стресс на работе, где-то еще, мысленно возвращайте себя, уединитесь, либо перед сном, поблагодарите себя, других, мира, Бога, за то, что было хорошее, прям сфокусируйтесь, начиная с самых простых вещей. То есть, берем метафору, часто у нас включается синдром нужды, и мы акцентируемся на том, чего у нас нет, а не на том, что у нас есть. Например, у кого-то нет рук-ног, а у нас они есть, но это большое изобилие, как минимум, то все-таки красота в глазах смотрящего, мы должны так формировать синдром изобилия. Ну и наш уровень психологической зрелости повышается. Это простой ключик благодарности каждый день, как говорит Тони Роббинс, тренер, коучи, хотите изменить свою жизнь кардинальным образом, в течение полугода, начните с благодарности каждый день. То есть, это упражнение я делала, в принципе, могу сказать, даже раньше происходят кардинальные изменения, не через полгода, а раньше. То есть, если есть такая необходимость, пользуйтесь этим ключом, который откроет для вас многие двери. Итак, открываю следующий слайд, напоминаю про обучение. Есть формат обучения пассивный и активный. Через 30 дней, если мы пассивно просто слушаем информацию, ничего не записываем, не делаем пометки рукой, не применяем сразу же эти знания здесь и сейчас, то через 30 дней мы помним информацию только на 10-15%. Все остальное мы, грубо говоря, забыли. То есть, поэтому важно бережно относиться к своему времени, эффективно его использовать и можно себя настраивать на то, если смотрим видео, обязательно активная активность должна быть, чтобы получить максимум, что мы можем получить из этого видео. То есть, надо слушать и делать записи и через 30 дней мы помним информацию на 40-50%. Также важно делиться этой информацией. Например, вы психолог, узнали что-то новое на обучение, делитесь, формируются новые нейронные связи, вы информацию в разы выше запоминаете. Либо вы не психолог, может быть у вас просто какой-то свой блок для саморазвития. Делитесь новой информацией своими инсайтами. И также эта информация более глубже будете вы ее понимать и лучше применять в своей жизни. Дальше, если мы используем свое тело, то есть на практике применяем упражнения используем тело, мы усваиваем информацию на 90%. То есть хотим результата, должна быть активность. прийти туда, где нам будет более гармонично. напоминаю, если у нас внутри есть такое ощущение, что мы можем больше, это не просто так. Значит, у нас есть потенциал сделать что-то большее. Просто все травмы и наши комплексы нам мешают. и в процессе работы с психологом, коучем, психотерапевтом, также, когда мы самостоятельно занимаемся, личностно растем, мы трансформируем свои комплексы, психотравмы и реализуем свой потенциал. Напоминаю, что главная задача психолога максимально раскрыть потенциал клиента, заложенный от природы. в принципе это задача каждого человека, задача перед собой. Чтобы быть счастливым, гармоничным, тогда депрессии не будет. Чтобы быть счастливым, гармоничным, можно сказать, даже мы вынуждены раскрывать свой потенциал, то есть роза должна стать розой, дерево деревом и так далее, то есть надо расти вверх, раскрывать свой потенциал. Итак, фокус. На чем мы фокусируемся, что для нас это значит, какой смысл и что мы с этим делаем? Эмоции это наш дух, а значит смелости больше. И есть такая формула состояние, история, стратегия. То есть стратегия это как? История это смысл, самое главное это состояние. Поэтому я еще говорила про визуализацию. Состояние это ключ. То есть вы хотите например в ближайшее время реализовать какую-то свою цель. я приводила приведу еще раз. Вы работаете менеджером, вы рядовой сотрудник, вы хотите стать директором в какой-то срок за полгода. Каждый день утром визуализируйте себя директором. Визуализируйте, пропитывайтесь этим состоянием. Вот как если бы это было уже сейчас. И вы старайтесь пропитываться этим состоянием, возвращаться в него хотя бы три раза в день. Со временем вы пропитаетесь этим состоянием внутренне. Вы уже каждый день будете действовать состоянием директора и тогда вы быстрее реализуете свою цель. То есть первое есть такая формула как говорит Тони сначала состояние потом история потом стратегия потом действия. То есть очень важно на чем мы фокусируемся на благодарности то есть на изобилие или дефиците что для нас это значит и что мы будем с этим делать. Приведу историю Тони Роббинса она есть в ютубе также на тренинге он рассказывал то есть был какой-то праздник Рождество и у дома не было еды. Папа нервничал тут кто-то постучался и принес еду какой-то благотворительный конд. Тони обрадовался но он понял что какие-то незнакомые люди заботятся о них. Он такой смысл вложил в эту ситуацию и был благодарен. Как отреагировал его папа? Включил бессознательную реакцию воспринял это как унижение что-то еще включилась пара агрессор жертва включился синдром дефицита да да и для него смысл какой это был он вложил в это смысл что я не могу заботиться о своей семье да и он ушел из семьи сделал для себя ну такой выбор неосознанный понятно что ну это что он с этим смыслом сделал да что сделал тонь с этим смыслом он был благодарен ну понял смысл что другие люди незнакомые о нем заботились там 18 лет на праздники там новогодние рождественские там он накормил две семьи да за свой счет сделал им такой подарок и сейчас сколько ему лет там 60 не помню то есть он уже кормит миллионы людей да ну он говорил сколько я не помню но сам смысл то есть сделайте для себя какие-то важные нужные осознания по этой теме открываю следующий слайд уже ускоряемся уже немножко осталось три слайда и цикл успеха по Тони Робинсу первое это история убеждения наша определенность уверенность можно сказать наше состояние то есть например пример про директора да вы менеджер хотите стать директором то есть вы каждый день внутри из состояния директора действуйте потому что внутри есть большой потенциал мы делаем действия и получаем результаты но из этого состояния уверенности можно сказать не будет остановки и вы будете делать и вас ну да что-то будет не получаться ничего страшного но вы будете дальше действовать потому что внутри будет история убеждения ваша вера ваше внутреннее состояние это как я понимаю эту картинку вы получите для себя свои осознания может быть вы эту картинку понимаете более лучше и более глубже и можете более лучше применять свои жизни и так как изменить свое состояние то есть важна формула состояние история потом стратегия как изменить состояние это радикальные движения тело физиология то есть двигаться петь можете там утром включили музыку красивую сделали зарядку то есть подвигались что-то еще да то есть есть какие-то другие упражнения сейчас не буду о них говорить и так второе то на чем вы фокусируетесь ваши чувства то есть благодарность да это как био триггеры если их практиковать они мгновенно меняют состояние и тогда каждый день мы можем максимально прожить эффективно на своем ресурсном состоянии используя максимально свой потенциал на сегодня и вот фраза Тони смените свои ожидания на благодарность и ваш мир мгновенно изменится то есть можно ну вот как я это вижу да часто у нас включается гордыня что-то еще есть какие-то претензии к миру мы не принимаем себя других мира Бога и у нас есть ну какие-то ожидания что должно быть что-то по-другому как говорит оше это иллюзия то все-таки когда человек психологически зрелый он принимает реальность здесь и сейчас видит 3D картинку и конечно из этого состояния меняет улучшает свою жизнь но и состояние счастья гармонии это как магнит который быстро притягивает важные нужные перемены в жизни что-то непонятно задавайте вопросы последний слайд утренний ритуал от Тони Робинца просыпаетесь еще не открыли глаза не встали поблагодарите о трех вещах каких-то далее визуализируйте три результата для процветания я визуализирую один результат который сейчас например для меня актуален может быть вы тоже будете один результат визуализировать пропитывайтесь этим состоянием как будто бы уже здесь и сейчас это произошло что вы хотите видеть в своей жизни это дает энергию силу мотивацию и вы можете свой день уже прожить по-другому на других уровнях энергии и можете задать себе вопрос как я могу любить больше можете визуально представить луч света сверху там белого желтого цвета например спускается сверху этот свет целебный исцеляющий он исцеляет вас ваши проблемы можете положить руку на сердце и направить этот волшебный лучшек всем своим близким родственникам и так далее можете делать это упражнение на свое усмотрение как вы видите и со временем у вас может быть выработается свое упражнение да и вы поймете ну вот что дает вам результат и так возьмите пожалуйста ручку листочек нам нужна практика четырех шагов моделей трансформации первое определите свои свои два-три негативных внутренних состояния лучше одно может быть вспомните свою ситуацию где вы реально понимаете вы включились в пару жертвы агрессор и действовали неосознанно то есть вспомните свои мысли образы ощущения чувства запишите их напротив запишите свои состояния и напишите как бы вы хотели себя чувствовать вместо этого не успеваете видео на паузу ответили идете дальше так в тот момент когда вы осознали что у вас включается старое состояние меняйте его на новое и действуйте по-новому и каждый день в течение 21 дня записывайте этот процесс это необходимо выполнять 21 день внизу упражнение под видео будет выполните его и и когда получите результаты в жизни вспомните будет возможность напишите свою обратную связь как это изменило и улучшило вашу жизнь о своем видении я рассказала какие упражнения что меняет мою жизнь пока вам рассказывала еще новое осознание получила также со временем поделюсь своим видением как я это по-новому ну вот эту информацию буду применять в своей жизни и так основное рассказала внизу будет будут все ссылки на презентации на методичку делитесь ой пользуйтесь и напоминаю что все эти четыре навыка для развития эмоционального интеллекта это надо любому психологу психотерапевту и так далее это надо также любому человеку который хочет изменить и улучшить свою жизнь этот и эти навыки может развить каждый человек вопрос времени вопрос практики то есть когда вы в течение 21 дня будете тренироваться да менять свое внутреннее состояние которое вы выписали по упражнению вы будете замечать что легче получается ну менять эту модель на новое состояние и потом какие у у вас будут улучшения напишите потом в комментариях если вспомните буду очень благодарна за обратную связь есть какие-то вопросы задавайте спасибо большое за доверие что целый час были со мной желаю применять эти знания в своей жизни желаю жить и радоваться развиваться через деятельность и близость и развивать свой внутренний потенциал который заложен в каждом человеке от рождения всем хорошего вечера всем пока спасибо спасибо Продолжение следует...